Острая зубная боль очень часто появляется внезапно и застает нас врасплох. Она заставляет менять планы, откладывать важные встречи, нарушает здоровый сон и существенно снижает качество жизни. В большинстве случаев эта боль переносится крайне тяжело и всегда указывает на течение воспалительного процесса в ротовой полости. Сильная зубная боль заставит любого человека бежать к стоматологу, и тут уже нет места страху, потому что терпеть эту боль практически невозможно. Но как быть, если зубная боль застала вас ночью или за много километров от населенного пункта, где есть стоматолог? Как дотерпеть до приема у врача и облегчить свое состояние? Но прежде чем мы ответим на эти вопросы, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Впереди у нас еще много полезной и интересной для вас информации. Бывает так, что зубная боль возникает тогда, когда вы совсем этого не ждете и не имеете под рукой никаких обезболивающих таблеток. Тогда пригодятся домашние проверенные и безопасные средства, которые способны унять эту нестерпимую боль. Многие из них есть в каждом доме. Вот некоторые из них. Полоскание рта раствором пищевой соды. Одну чайную ложку соды следует растворить в стакане теплой воды. В течение получаса два-три раза полоскать этим раствором рот. Такая процедура хорошо снимает воспаление и раздражение тканей. Истинно народное средство от зубной боли – это свиное сало. Его можно использовать как свежим, так и соленым. Соленое сало предварительно следует очистить от соли. Кусочек сала кладут между десной и щекой там, где болит зуб, и держат минут 15-20. Боль должна утихнуть. Отличным средством для снятия зубной боли является продукт пчеловодства прополис. Он обладает противовоспалительным и анальгизирующим свойствами. Если у вас есть прополис, возьмите его небольшой кусочек и положите в полость зуба, предварительно очистив его от остатков пищи. Соль. В каждом доме есть соль. И это еще один способ быстро унять зубную боль. Теплая вода с солью – пожалуй самый простой физиологический раствор, который дезинфицирует и снимает напряжение. Для его приготовления достаточно добавить полную чайную ложку соли в стакан воды и полоскать этим раствором рот. Для снятия зубной боли используется смесь соли лука и чеснока в одинаковых объемах. Нужно сделать кашицу из лука и чеснока, добавить в нее соль и хорошо перемешать. Постарайтесь очистить полость в больном зубе от пищи. Поместите туда смесь и закройте ее небольшим кусочком ваты. Воспаление постепенно уменьшится и боль утихнет. Зубная паста. Бывает, что шейка зуба обнажается, зуб становится очень чувствительным к высоким и низким температурам. Из-за этого может возникать резкая боль. В таком случае поможет нанесение зубной пасты на шейку зуба. Фтор в пасте на короткое время образует защитное покрытие вокруг зуба и предотвратит передачу стимулов к нерву. Унять зубную боль помогут также капли, в состав которых входит камфора и настойка валерьяны. На кусочек ваты нанесите одну-две капли и приложите к больному зубу. Это средство хорошо успокаивает и обезболивает. И даже когда под рукой нет никаких средств, можно попробовать снять зубную боль холодной водой, желательно чтобы она была кипяченой. Наберите воду в рот и подержите ее на стороне больного зуба. Также рекомендуется двигаться, а не лежать. Горизонтальное положение тела усиливает приток крови к зубу, в результате чего острая боль только усиливается. Если вам нужно поспать, лучше подложите несколько подушек, чтобы быть в чуть приподнятом положении. Однако всем следует знать, что же категорически нельзя делать, если у вас болит зуб. Нельзя его греть, прикладывать теплые компрессы или полоскать горячими жидкостями. Нельзя принимать антибиотики без назначения врача. Нельзя принимать горячую ванну или душ. Это усилит кровообращение, в том числе и в области больного зуба, что спровоцирует усиление болезненности. Но чрезмерно увлекаться народными средствами не стоит. Хоть многие из них и помогают побороть острую боль и даже уменьшить воспаление, причину возникновения проблемы они не устраняют. Поэтому народные средства можно воспринимать только как способы для успокоения боли, а не в качестве лечения. Предугадать появление зубной боли не всегда возможно. Но если тщательно следить за здоровьем ротовой полости, своевременно посещать стоматолога, можно существенно снизить риск ее возникновения. И конечно, нельзя медлить с обращением к врачу, так как это может обернуться развитием серьезных заболеваний. Не говоря уже о том, что боль может усиливаться до такой степени, что человек может потерять сознание. Полноценное же лечение возможно только у стоматолога. И только он после осмотра может определить достаточно ли терапевтической помощи или же требуется хирургическое вмешательство. Кстати, напишите в комментариях, какие еще народные средства от зубной боли вы знаете. Поделитесь своей информацией, многим она будет полезна. А сейчас я вам рекомендую посмотреть очень интересное видео, в котором я расскажу, как отодвинуть старость, и что прожить 120 лет уже реально. Ссылка на это видео только что появилась на экране. Также ссылка есть в описании под видео. Обязательно его посмотрите, там очень много полезной информации. Не забывайте подписываться на канал и оставлять свои комментарии. На сегодня у меня все, всем крепкого здоровья и до новых встреч!